Всем здравствуйте! Для нас сегодня очень трогательная и необычная премьера. Но, во-первых, это не назовешь мероприятием. Это гораздо больше. И для нас сегодня это очень рискованный шаг. Мы всегда уверены в 10 марта. Он никогда не подведет, и даже если вдруг что-то не так на себе или на своих плечах, вынесет праздник. Сегодня у нас особая премьера. Сегодня участвуют дети с третьего по восьмой класс. И основная нагрузка ложится на восьмой А. Для них все еще только первый раз. Поэтому, пожалуйста, не судите строго. И очень хочется сказать спасибо тем, без кого не получилось бы сегодняшнее мероприятие. Мы очень-очень благодарны трех замечательным учителям. Цуман Лили Вестиславовне, Асадуриан Анжелы Эдуардовне. Она являлась открытием для наших детей. И, конечно, Карпине Леонидовне. А еще мы очень благодарны воинам, которые прошли не через Великую Отечественную, а через Афганистан. Без их помощи мы вчера последние костюмы привозили уже в 8 часов вечера. Без их помощи тоже много чего-то не получилось. Но самое-самое приятное. Много лет назад в нашей школе подарили трех друзей. В лице депутатов совсем не наших. Это был Анатолий Иванович Уханов, главный хирург города, Витя Валентинович Дениско и Игорь Валерьевич Каханов. Игорь Валерьевич, к сожалению, ушел выше. Но нам очень приятно, что на его место просто так, меценатствуя, встал его сын. Для нас это очень важно. Это один из тех немногих людей, у которых мы не просили. Он сам предложил помощь. Просто предложил и сказал, давайте чем помочь. Я только рад. Поэтому мы очень-очень благодарны. Но самое главное, что сегодня... Это очень радостное, да, но это праздник со слезами на глазах. Но когда торжественные мероприятия проходят, все помнят о тех, кого становится все меньше и меньше. Это ветераны Великой Отечественной. К сожалению, скоро будет так, что, как и война, Бородинское сражение, их просто не остается. Но очень часто забывают, что в это время жили остальные люди. И самое главное, в это время были дети. И детям было не менее больно, обидно и страшно. Мы сегодня посвящаем расстрелянному детству тем, кто не родился. Тем, кто родился и выжил. А выжить в тот момент детям было невыносимо тяжело. И, может быть, именно поэтому вам должно быть гораздо более понятно. Дети ради детей и для детей. И о тех детях, которые были тогда. Я очень попрошу, кто понимает, что высидеть и выдержать ему будет тяжело. Ну, во-первых, конечно, отключить мобильные телефоны. Сегодня здесь насильно никого не держат. Ребятам тяжело. Поэтому, пожалуйста, если вы понимаете, что вы не можете, лучше просто уйти сейчас. Все. Всем огромное спасибо.